это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер коронавирус или к вид 19 изменил нашу жизнь бесповоротно и навсегда кого-то лишил работа кого-то и жизни старый мир уничтожен остались только фотографии в соцсетях джордж урал писал человеческая история заключается лишь в подъемах и крушениях материальных цивилизаций то есть одна вавилонская башня падает вслед за другой именно так то что мы наблюдаем сейчас это очередное падение очередной вавилонской башни темной башни если быть точным той где всегда говорили на разных языках но в то же время на языке одном на языке лжи потому что мир теле пузиков оказался слишком фальшивым и не прочь нас уверяли да и мы сами охотно верили что мир кликовой доступности мир где все вплоть до безопасности любви можно приобрести за минуту это идеальный мир нам говорили что человечество находится в высшей точке своего развития над всем священный купол науки скажите мне где теперь ваша наука эпоха постмодернизма эпоха гиперреальности управляемая симуляторами по бодрияру а точнее симуляторами симуляторов вот чем мы утонули вот чем мы вынуждены жить миллионы долларов тратились на фашизм красоты на поиск средств для увеличения груди или на коррекцию губ или средства для потенции однако мы совершенно забыли или захотели забыть о поиске лекарств против смертельных вирусов общество где врачи и вирусологи получают меньше чем проститутки обречено и пандемия коронавируса напомнила нам о том кто действительно важен ведь сейчас именно врачи без перерыва на еду и сон спасают наши жизни они даже не могут снять защитные костюмы для того чтобы сходить в туалет или выпить воды мы уповаем на них на этих людей отваги воли которые сами теряют свою жизнь они на очередных краснобаях но когда это все кончится если конечно кончится станем ли мы платить медикам больше реформируем ли медицину должным образом или по-прежнему будем тратить деньги на бессмысленные и бесконечные развлечения кризис модное слово но можно использовать и другое апокалипсис апокалипсис сегодня завтра и вчера или точнее преддверия апокалипсиса мы жили в антиутопии и вот то что мы получили иных вариантов быть не могу великие антиутопии прошлого стали инструкциями по выживанию в настоящем мы замятина 1984 орла сфера дэйва эггерса и конечно о дивный новый мир олдоса хаксли самое время перечитать данные книги дабы понимать что было есть и главное что еще будет впрочем лучше всего реальность которой мы жили описано в великой книге великая антиутопия это не знайка на луне посмотрите монополизация бизнеса система откатов и взяток и конечно остров дураков это совершенно и гигантская аллюзия на ту матрицу в которой мы все существуем вот как писал великий романист олдос хаксли о тоталитарных государствах нового образца тоталитарном государстве по-настоящему эффективным всемогущая когорта политических боссов и подчиненные марме администраторов будет править населением состоящим из рабов которых не надобно принуждать ибо они любят свое рабство однако покупая газету для дураков включая телеканал для дураков или открывает сайт для дураков мы конечно же дураками себя не считаем наоборот тут я вспоминаю великого философа гитриха банхефера который писал глупец всегда уверен своей правоте потому что глупость намного страшнее злобы именно поэтому нам похоже плевать на любой карантин и смотрите судя по тому как многие реагируют на происходящее человечество по-прежнему находится в глубочайшем средневековье она прежде всего здесь головах день 23 насколько вас нам все-таки наверное нас хватило чтобы спустя короткая слишком короткое время вывалится на улице конечно речь не от тех кто вынуждены это делать чтобы выживать нет эти люди буквально смысле рискуют своими жизнями как рискуют например те же медики нет речь о праздно шатающихся а те кто кучкуются возле бесконечных пивных наливаек или а те кто выгоняет своих детей на улице потому что буквально смысле отвык быть со своими детьми знаете похоже те кто сидит сегодня на карантине делают это не ради изоляции не ради спасения мира от коронавируса нет они делают это ради тех кто слоняется по улицам кто селфица по одиночке или толпой кто вообще всякий раз рассказывает нам о том что коронавирус это ложь его завезли рептилоиды вообще конечно же его не существует но если существует он убивает исключительно стариков это конечно все ложь но ложь весьма приставучие и боже вас сохрани не читайте до беда советские газеты да ведь других нет вот никаких и не читайте подобное мракобесие конечно весьма легко опровергнуть вот в канаде например умер от корона вируса 25-летний хоккеист кейв эдмонтон ойлерс команда таких случаев сотни в одной только америке зараженных более миллиона человек зараженных несуществующих вирусом это в стране самой лучшей экономикой самой лучшей медициной ведь согласитесь так нам всякий раз рассказывали но оказывается что все несколько иначе а вот что к примеру вам рассказали о последствиях от коронавируса мир все стремительнее приближается к мрачным пейзажем в духе тех что показаны например в известном фильме безумный макс или в фильме дорогам фильм кстати этот снят по книге кормака маккарти дорога настоятельно рекомендую к прочтению книга о том как оставаться людьми тогда когда в этом нет казалось бы никакого смысла ведь согласитесь именно это сегодня у многих и не получается оставаться людьми разве можно назвать людьми тех кто пользуясь ситуации мрачной ситуации задирает цены на все что пользуется спрос многим из нас казалось что смерть это то что бывает с другими потому что смерть в мире социальных сетей в мире гаджетов инстаграм на как бы и не существует однако вот сейчас прямо сейчас смерть тянется своими ручонками особенно тогда когда заболевает очередной знакомые таких знакомых будет все больше так и вопросов к тем кто не в состоянии остановить эту смерть кто ты ангел смерти ты за мной я давно иду по твоим питом и знаю ты готов тело мое страшится а я нет все больше вопросов к тому же правительству один главный вопрос как выжить людям в условиях карантина когда они теряют работу или недополучают зарплату из таких условиях согласитесь можно умереть не только от коронавируса но и от голода например от других заболеваний так происходит когда сотни тысяч людей остается без работы вот скажите мне кто им поможет к вид 19 точно рентген высветил наше бессилие наши пороки наши слабости и конечно наши ошибки теперь мы точно знаем что старые схемы не работают такие времена все учатся жить заново и и правительство и бизнесмены и люди все без исключения это время конечно же не для выяснения отношений а для самопознание прежде всего для познания те кто находится с нами рядом и согласитесь самоизоляция это такая себе гигантская метафора на то что происходило с нами в последнее время на то отчуждение на ту атомизацию общества которые завладевали миром то время когда родители переставали понимать своих детей а дети родителей сожалению безразличие достигло гигантских поистине раблезианских масштабов и сегодня к вид 19 это зеркало которое мы смотримся пока еще можем смотреть люди искусства давно предсказывали подобное но например я вспоминаю известный роман дина кунца он называется глаза тьмы вот представьте он написан много лет назад более десятка лет назад там появляется вирус который называется ухань-400 этот вирус поражает только людей и способен уничтожать целые страны ну конечно это не пророчество но определенное преднаменование коих великое множество но в отличие от искусства в реальности мы так и не пересмотрели даже после корона вируса свои жизненные ценности еще активнее оплодим фейки еще больше верим блогерам еще чаще зависаем на порно каналах и все больше погружаемся в матрицу выхода из которой похоже что нет из реального мира мы окончательно погружаемся в мир виртуальный где люди смотрят не в глаза друг другу а в объектив камеры в зум да мы уже в матрице и перед нами виртуальная реальность и у нее будут свои жуткие вызовы но прежде нужно победить вызовы настоящий примешь синюю таблетку и сказке конец ты проснешься в своей постели и поверишь что это был сон примешь красную таблетку войдешь в страну чудес конечно подобное уже было в истории вспомним например роман альбера камю нобелевского лауреата чума он рассказывает о событиях чумного года в алжире вот как он заканчивается микроб чумы никогда не умирает никогда не исчезает что он может десятилетиями спать где-нибудь завитушках мебели или в стопках белья что он терпеливо ждет своего часа в спальне в подвале в чемодане в носовых платках и бумаги и что возможно придет на горе и в поучении людям такой день когда чума пробудет крыс и пошлет их околевать на улице счастливого города так размышляет рассказчик доктор ре и понимает что радость избавления это радость временная потому что зло не отделимо от человека и чтобы победить его необходимо добрая воля возможно нам еще предстоит сразиться с великим злом но для начала мы должны победить коронавирус это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам здоровья и терпения белья